Всем привет, уважаемые зрители! Ну что, у нас в этом году вторая поездка в Сочи на Тесле. И снова на Тесле, и снова с приключениями. Ну, приключения нас ждут впереди, пока приключений нет. Честно говоря, и не хочется таких приключений. Хочется, чтобы все было ровно и гладко. Вот, выехали мы и съехали мы километров, наверное, 20 только. Погода у нас 20 градусов. Заряд 94. Около 500 показывает запас хода, но это не точно. Вот. Пока вот двигаемся еще по нашим краям. Дорога так себе. Это в сторону Кириши. Будем проезжать через Кириши. Пока едем 90. Вот. Надеюсь, в этот раз будет легче доехать. Так как мы уже немножечко дорогу знаем. Где и что с зарядками. Где работают, какие не работают. Конкретно Citronix Electro не работает для американской Теслы. Вот. Ну и знаем, в каких местах это ближе к Воронежу. Немножко проблематично зарядиться будет. Так что надо будет как можно больше иметь заряда на крайних зарядках, так сказать, Лужской области. Вот. Так что смотрите. Надеюсь, будет интересно. И да, забыл сказать. Кто не смотрел прошлые серии. Какая машина. Model 3. Long Range. 75 кВт, значит. Задний привод. Самая слабая версия. С самой большой батарейкой. Самая дальнобойная. Из этих убеждений покупалась такая машина. Но честно, хочется перформанс самая крутая. Ну ладно. Как-нибудь в следующий раз купим. Ну что ж. Вот только что выехали из Кириши. Не знаю, сколько там километров. 125-130 проехали. И за полтора часа, наверное, да. 74% заряда. 380. Пишет, что мы еще проедем. На улице идеальная погода. 24 градуса. Едем без скандея. С обдубовым. Ну, тепло, но не жарко. Естественно, как видите, у меня все окна закрыты. Так скажем, теплоизоляции. Чтобы машина не нагревалась. И потолок. Вот. Когда будем спать, и передок закроем. Это же ее тепло-шумоизоляцией. Так что, сейчас держим путь. На московскую трассу. На платник. Там встанем на зарядочку. Только вот еще не знаю, на первую или вторую. Кириши, в принципе, была зарядка. Ну, она не нужна, так как у нас впереди очень хорошая дорога с, по-моему, 150-200 километров каждой зарядкой. Что это отлично. Самое такое хорошее место получается. Едем. Итак, выехали мы на платничек. Скорость 110. Впереди планшет. Наблюдаю за акциями. На платничке можно и побыстрее ехать. Расход пока непонятный. Пока 136. Это еще старый. Сейчас, конечно, расход подрастет. Температура плюс 25. Заряда 54. Запас 200 показывает. Хотя, я думаю, должно быть побольше. Ну, не знаю. Посмотрим. Еду, еду. В таком месте минимум 130 все едут. Ну, у нас Тесла, которая очень много потребляет при больших скоростях. Смысла нет. Быстрее приедешь до зарядки. Так, ты эти там 10 минут потом просто простоишь на зарядке. Здесь у нас... Здесь не здесь. У нас кемпинг. Короче, первая зарядка, когда мы въехали, я посмотрел. Она показывает, что не рабочая. Да, вот это вот первая зарядка была. Она не рабочая. И где-то через 100 километров у нас будет следующее. Но у нас заряда много. Вот. Сейчас доедем до... Как раз-таки время будет обед. Будем отдыхать. Первый отдых, первая остановочка. Ну что ж, вот и первая зарядочка. Зарядка от Россетей. На ней же я и в прошлый раз останавливался. Находится на Лукоиле. Все, туалет, что надо, если перекусить. И там какой-то вон, я не знаю, типа кафешки, да, большой. Вот такое вот место. И с той стороны точно так же. Вот. А у нас, у нас все с собой. У нас все с собой. Вот такой вот маленький, но литровый чайничек. Все-таки у меня тут греется. Полно всякой вкусняшки взято. Сейчас будем перекусывать. Итак, в итоге траблы с зарядками уже на первой зарядке. Сейчас мы до 80% зарядимся и поедем. И это с пятой или шестой попытки. То есть, позаряжается процентов 10 и отрубает. Так что, приключения начинаются. Итак, это у нас вторая зарядка на платной дороге в сторону Москвы. Скорость заряда 52 кВт в час. Вот. 19 рублей стоит 1 кВт. Опять же, мы стоим в поддубках. В прошлый раз мы тоже здесь стояли. Нам заряжаться до 80% в 45 минут. Ну, может быть, до 90% постоим. Сейчас посмотрим, как будет заряжаться. Вон, уже гудит. Гудит, надрывается зарядочка. Потому что Тесла очень много берет зарядки. Пепелац такой вот стоит. Пепелац, пепеладзач. Да, мы тут раз здесь были. Кто смотрел, тот знает. Это у нас поддуб. Благо, еще тепло. Но скоро будет уже прохладно. Следующая остановка у нас, я так понимаю, наверное, за Москвой. За Москвой остановимся. И будем спать. Посмотрим. Я помню, что за Москвой там была как раз-таки зарядочка на заправке. Вот так вот. Доехали до Москвы. Движемся по кольцевой. Немного в пробке потолкались. Не спеша еду до зарядки. Зарядка обещает быть бесплатной. Но в прошлый раз я не смог там зарядиться. Попытаю еще раз удачу. Если нет, то там рядом будет другая зарядка платная. Ну и там, наверное, будем уже отдыхать. Пораньше ляжем, пораньше встанем. И поедем. Да, Наталья? В итоге я второй раз сюда заехал. В Сколково. И не могу зарядиться. Это официальная зарядка от Теслы. Единственная в России. И не знаю, как зарядиться. Благо, здесь недалеко проезжаю. Ну, от кольца. Поэтому решил заехать. Она бесплатная. Это гольф-клуб. Пока не знаю. Буду, наверное, в другое место ехать. Короче, находимся сейчас в Афшане. Да, здесь Афшан такой. Побольше, чем в Питере будет. Не знаю, где, на каком адресе. Ну, короче, здесь зарядка. Там мы не смогли зарядиться. И поэтому пока вот в туалет сходим. Машина заряжается. Покушали. Сейчас зайдем, пошаримся. Доброе утро следующего дня. Вот, отъехали от Москвы. Не знаю, сколько километров сто. Здесь мы когда-то заряжались. Прошлый раз. Вот. Сейчас будем завтракать. Чаечек уже греется. Позавтракаем и поедем дальше. По расчетам хочется доехать до Ростова. Вот. Хотелось бы. Едем, едем потихонечку. И тут обгоняем колонну военных, судя по всему, машин. Потому что номеров нету. Без номеров трудно идентифицировать. Ну, и так понятно по окрасу и по самой технике, что это военная колонна. Судя по всему, это совсем новые машины. Да. На вид совсем новые машины. Уралы. Похоже, похоже на Уралы. Да. Совсем новенькие. Да без номеров. Новые машины гонят куда-то потихонечку. Видимо, обкатку еще проходят. Надо обогнать. А то мы медленно едем сзади. Уже пристраиваются. В сторону Воронежа едем. Вот. Огни опасно. Погода, ну как сказать, 20 градусов, пол-двенадцатого. Не сказать, что жара. Ну, в машине жарковато. Едем без кондиционера. Обдув включен на полную почти. Потихонечку еду. Посматриваю YouTube. Вот. Ну что, пока с зарядками дела идут хорошо. Сейчас заряжаемся на зарядке под названием Тула-3. Я так понял, это где-то мы под Тулой находимся. Газпром нормальная зарядка. 60 и 70 киловатт выдавала. 15 рублей за киловатт. Это дешево для быстрой зарядки. Так что, ну, единственное, прерывается. Минут 5-10 заряжается. Раз. Обрыв. Я еще замечал такое, что, когда открываешь или закрываешь дверь, обрыв происходит. То есть, ну, лучше не выходить из машины, чтобы не происходило обрыва в зарядке. Не знаю, как это связано. Если ты словоды меня смотрят, подскажите. Может быть, у вас тоже так. Не только у меня. Что во время зарядки лучше дверями не хлопать. Происходит обрыв. Поля. Едем, едем, едем. Скоро на очередную зарядку будем останавливаться. Надо-надо нам. Интересные места. Да. Ехать. Вот так вот любоваться. Руль мы не держим. Спокойно отвлекаемся от дороги. Кукуруза, подсолнухи. Все растет. Ну что ж, очередная заправка. Зарядка. Сейчас у нас будет обед. Поздний обед. Хорошая зарядка. Та же от Россетей. Это не доезжая города Павловск, получается. Там такая интересная дорога, похожая на запасной, как бы, где самолеты садятся, трассы. Такая бетонка, по которой едешь, она свистит. Вот, я думаю, это крайняя зарядка до Ростова. Время 4 часа. Не знаю. Ну, осталось 450 километров. Думаю, сейчас доедем. Так что, такие вот дела. Немножко подуставшим. Конечно, спать хочется. Сейчас посмотрим, покушаем. Может быть, удастся еще немножко вздревнуть. Ну, что ж, вот мы и добрались до Ростова. Это мега стоянка. Здесь есть одна, ну, зарядка такая быстрая. А есть вот такая вот трехвазная. Ну, у меня одна фаза только. По одной фазе подключил. Вот. Разгоняется. Сейчас посмотрим, сколько до 7 киловатт. Да, должна до 7 киловатт разогнаться. Сейчас посмотрим. Пока до 5 разогнулась. Ну, короче, нормально. Вот так вот замуровал автомобиль. Все там расстелил. Сейчас будем спать. Ну, а что не успеет зарядиться, заряжусь на быстрый. Нам-то что, все равно. Халявная за ночь стоять, ночь. Пускай заряжается. Да? Всем доброе утро. Утро следующего дня. Мы все находимся на той же парковке, что и ночевали. Заряжаемся, дозаряжаемся на грин-драйве. Здесь на халяву мы 55% зарядили. Ну, а теперь дозаряжаемся на этой. Сейчас позавтракаем, попьем чайку, покушаем. И поедем уже до Краснодара в следующую. Вот. Вечером, надеюсь, будем в Сочи. Краснодарский край. Не доезжая Краснодара, наверное, километров 100-120. Время полдвенадцатого. 25 градусов тепла. Двигаемся потихонечку. Все нормально. Вокруг поля. Уже убранные. Где-то... Где-то еще не убранные. Так. Нас потихонечку обгоняет. Ну, ладно. Мы пока снимаем. Не будем спешить. Вот. Едем уже двое суток. Можно сказать, двое суток почти доехали до Краснодара. Немножко, конечно, подольше, чем на бензинке. Да. За двое суток, не спеша на бензинке, доезжаем. Чуть-чуть поспешить, если полутора где-то суток. А то можно и меньше. Ну, на то и есть электричка. Где ты ограничен в скорости передвижения, в зарядках. Ну, есть свой, так сказать, плюс. Это дешево. Дешево ездить. Плюс сама машина удобная. Очень хорошо помогает это автоуправление, когда можно расслабиться. Вот. Нажал. Вот так вот нажал. Автоуправление работает. Ты расслабленный. Можешь отвлекаться. Своими делами заниматься, так сказать. Камер нет. Ну что, вот и мы в Краснодаре. Час дня почти. А температура 30 градусов. Капец, блин. Здесь мы уже заряжались. Это автоцентр. Зарядка у нас Green Drive. Наверное, часик простоим. Это крайняя зарядка до Сочи. 50 киловатт пока дает. Жара. Капец. Обязательно кондей включен. Так что сейчас зарядимся. Ну и поедем уже до Сочи. Ну что, в Краснодаре было 30. Ближе к морю. А это у нас... Мы еще до Джубки не доехали. 23. Вот так вот поменялась погода и климат. Краснодар всегда горячее, чем побережье Черного моря. Вот. Едем. Хату уже нашли, где будем снимать. В том же районе, где и всегда. За 2800 сутки. Так что сегодня будем уже заселяться, значит. А чутка проехали вообще 20 градусов и дождь моросит. Так что вот так вот. Ну, надеюсь, в Сочи будет минимум 25. И без дождей. Доброе утро следующего дня. Мы уже заселились. Заселились вчера вечером. Так что вот. Такие вот виды. С данной квартиры. С той стороны дома моря, получается. Это обратная сторона. Такой вот балкончик. Вот она сама хозяйка. Этой квартиры. Здесь можно сидеть, завтракать. Так что вот. В этот раз. Мы проехали на Тесле. Без единой какой-то проблемы с зарядками. Куда бы ни приехали, везде зарядки работали. Потому что, наверное, уже второй раз. Мы знали, где и что. Поэтому. Даже очень было. Хорошо. Ну, единственное. Это мы преодолевали, как всегда. От Джубки до Сочи. Вот эти вот серпантины, пробки. Бесит прям. Вот это вот. Это бесит очень многих людей, кто ездит в Сочи на своей машине. Так что вот так вот. Всем пока. Будут еще ролики.